Хитрова Алла Николаевна. Доклад называется «Хайфу. Как высокотехнологичная альтернатива хирургическому вмешательству в лечении опухоли человека». Клип сделайте мне, пожалуйста. Клип. К сожалению, звука здесь нет. Нет возможности слышать. Здесь вы видите процедуру «Хайфу». Как будто ничего не происходит. Пациентка лежит на столе, животом вниз. Опухоль располагается над датчиком лечебным и диагностическим. И фокусируется ультразвук высокой интенсивности. Пока он проходит через ткань здоровую, ничего не происходит. И когда ультразвук фокусируется в одной точке, возникает термическая аблация. То есть идет суммация энергии ультразвуковых волн. И температура моментально повышается до 90 градусов. И опухоль сваривается, как яйцо. Для того, чтобы понять, как это все происходит, можно вспомнить, как мы в детстве с помощью оптической лупы выжигали, и солнечного света выжигали на листе бумаги или дощечке всякие рисунки за счет фокусировки солнечной энергии. То же самое происходит и у нас за счет фокусировки высокоинтенсивного ультразвука. Мы имеем спот с температурой 70-90 градусов, где моментально гибнут опухолевые клетки. Затем спот за спотом, выстраиваем линию, затем заполняем срез, срез за срезом мы выполняем абляцию всей опухоли. Статистика пролеченных пациентов в НИОИ имени Герцена. Я этой тематикой занимаюсь с 2008 года. Начинала в медцентре Банка России заниматься, ХАЙФУ, в 2008 году. Но там было мало онкологических пациентов. В основном шли доброкачественные опухоли, о которых мы попозже поговорим. Итак, в 2017-2018 году лечения получали 106 пациентов онкологических. Число проведенных сеансов лечения составило 2400 единиц. Число курсов лечения на одного пациента от 1 до 12. Прежде всего, большинство случаев, большинство сеансов получали пациенты с ЗНО, с раком поджелудочной железы. И дизайн был построен следующим образом. Мы проводили анализ выживаемости неоперабельных больных ЗНО и сравнили группу пациентов с химиотерапией и хайфутерапией, и группу пациентов, которые традиционно получали химиотерапию. Мы смотрели возможные осложнения и оценивали выживаемость пациентов. Здесь несколько примеров. Здесь представлена компьютерная томограмма неоперабельной пациентки по соматическому статусу со второй стадии рака. И можно видеть, что после 20 курсов хайфу и химиотерапии опухоль на КТ вообще не определяется. Период наблюдения за пациенткой составил 26 месяцев. При этом вы должны прекрасно себе представлять, что рак поджелудочной железы – это не обычный рак. Это чрезвычайно быстро прогрессирующий рак. И дали нам этих больных только потому, что они больше никому, собственно, нужны не были. Это участь всех новых методик, которые внедряются в клиническую практику. Потому что есть жесткие стандарты лечения, есть клинические рекомендации. К сожалению, в онкологии встроиться в стандарты лечения достаточно сложно новым методом. И поэтому сначала мы начали вот с этого заболевания. Тем не менее, результаты лечения этих пациентов нас очень вдохновляют. Другая пациентка, тоже с неоперабельным по соматическому статусу раком поджелудочной железы. После 8 курсов мы видим сморщивание опухоли с первоначального такого размера до совсем маленького размера. И период наблюдения составил на апрель этого года 29 месяцев. Признаков метастазирования также не отмечается. Это пациентка с нейроэндокринным раком. Мы долечили опухоль до того, что ее вообще не видно было практически. И на КТ тоже, она была очень маленькая. Ну и что касается выживаемости. На начало апреля 2019 года 13 пациентов умерло, 11 живы. Все неоперабельные по соматическому статусу больные с второй стадии, это 8 человек живы. Идеальное наблюдение составило 33 месяца. И, наконец, неоперабельные больные с местно распространенными формами рака поджелудочной железы, 3,4 стадии, 16 человек, составило 18 месяцев. У 30% при этом отмечалось значительное уменьшение болевого синдрома. Ну и прошу вас заметить, у нас вече есть пациенты с очень крупными опухолями. Средний диаметр опухоли составил 57 плюс-минус 23 миллиметра. Теперь данные наших коллег из Германии. Они сравнивали выживаемость тоже по стадиям и выживаемость по классам, по категориям ЭКОК. Медианная выживаемость у них составила 16,5 месяцев, то есть сопоставимые результаты. Зато по редукции болевого синдрома они, конечно, имели лучшие результаты. Практически у всех пациентов отмечалась редукция болевого синдрома при раке поджелудочной железы. У китайских авторов при лечении рака поджелудочной железы в режиме монохимиотерапии плюс хайфу-терапии выживаемость составила 13 месяцев. И, наконец, самые лучшие результаты представлены японскими авторами. Тоже неоперабельный рак местно распространен 3,4 стадии. ЭКОК от 0 до 2. Пациенты получали изолированную химиотерапию, выживаемость 366 дней, то есть год. Изолированную хайфу-терапию, выживаемость 606 дней. И если в сочетании хайфу с химиотерапией, то выживаемость составила 1028 дней. Это 34 месяца. Это замечательные, просто потрясающие результаты. Но вот я хочу все-таки отметить, у них опухоли все достаточно мелкие. У нас опухоли доходили до 15 сантиметров. Конечно, облировать такие опухоли, при том, что мы за один сеанс можем облировать 2,5-3 кубика, достаточно проблематично. Тем не менее, я не знаю, что имело какой эффект. Может быть, мы стимулируем противоопухолевый иммунитет. Это уже, кстати, доказанным считается. Но тем не менее, продолжительность жизни таких людей, личных хайфуз с химиотерапией, у нас тоже увеличивалась. Ну и еще одно исследование у нас проводится с ЗНО молочных желез, химиотерапия в режиме неодевантной химиотерапии, с хайфу терапией. Затем оперативное лечение с последующим гистологическим исследованием. Нами проводился анализ осложнений, оценка сакометического эффекта и оценка объема абляции, уже по данным гистологиям. Таким образом укладывались пациенты. Специально, чтобы грудь большая не опускалась на дно резервуара с водой, мы заматывали их. И косметический эффект отличный после хайфуз терапии. Мог развиваться отек, который держался 1-2 дня, не более. Затем вы никогда не сказали, что там пролечивалась опухоль. Вот эта пациентка у нас находилась на той же неодевантной химиотерапии. После 8 курсов хайфуз химиотерапии вы видите полное отсутствие визуализации опухоли с неким разрежением в центре, с гипоэхогенным участком. Так вот оказалось, что мы пробили дыру и получился не когуляционный некроз, а квалификационный некроз. И когда мы открыли препарат, то оттуда вытекла жидкость, уже жидкое содержимое, квалификационный некроз был. Еще один пример лечения тоже хайфу терапии рака. Вот видно отчетливо при УЗИ, что визуализация практически исчезла. И мы имели при гистологическом исследовании 100% гомогенный стекловидный некроз опухоли. Да, ну и конечно у нас первые результаты были, может быть, не со стопроцентной аблацией. Процент аблации по общему исследованию составил от 64 до 100%. Естественно, первые пробы были, конечно, не такие успешные, как последующие операции. Начинали мы еще и в медцентре Банка России. Ну и вот несколько человек нам удалось в институте Герцена провести. Сейчас мы утвердили уже протокол лечения первой и второй стадии рака. И в этом году приступаем с последующей операцией. Приступаем к этим исследованиям. Ну что касается лечения опухоли печени. Наиболее эффективно лечение опухоли первичных, именно гепатокарцинома. Они у нас не так распространены, как в Китае, например. Но тем не менее результаты достаточно хороши. Через 48 месяцев после хайфу мы видим редукцию опухоли более чем на 70%. Ну и говорить о метастазировании, естественно, не надо. Его не было. Нам также в институте Герцена достаются пациенты с опухолями, с локачественным образованием мягких тканей. Но достаются опять пациенты, которые прошли все круги. Значит, вот мы видим до хайфу опухоль размеры. И затем мы видим вот такую опухоль. И она почти не видна после хайфу. И нам удавалось полтора года сдерживать рецидив опухоли. Хотя больной до этого пять раз оперировался. У него была учевая терапия. У него чего только не было. Но в конечном итоге сейчас у него рецидив уже была опять лучевая терапия уже на эту зону. И теперь после лучевой у него через три месяца рецидив брюшной полости. Думаем дальше, что с ним делать. Так. Покажу, как относятся в Китае к этим проблемам. Там не заморачиваются протоколами. Там лечат первичные опухоли. Ребята, и они далеко вперед ушли. Нас. Вот, например, такая остеосаркома у них за два раза практически исчезает. Видите? Вот она. Она выбита полностью, сварена и не контрастируется. При эсцинтиграфии. Ну, а в медцентре Банка России мы много лечили фиброденома молочных желез. Это результаты просто потрясающие. Здесь вы видите после хайфу через полтора года редукция объема до 90%. Здесь вы видите стопроцентную редукцию объема фиброденома. Вот первичный до хайфу снимок. И все снимки подписаны. По годам, по времени сфиксированы. И, наконец, миому матки тоже превосходные результаты. Субмухозный узел через 6 месяцев. Он просто исчез. То же самое субмухозные узлы гигантские. У одной пациентки, у второй здесь через 2 года, здесь через 3 года. Они рассосались практически полностью. Ну и наша гордость – это рожденный пациент. Это рожденный ребенок. Огромный 6-сантиметровый узел, речный хайфу. Затем узел уменьшился более чем на 50%. И отошел от полости матки. Он был с центром петальным ростом. И возникла беременность. Родилась девочка. Потом этот узел во время кесарева вырезали. И я поехала, взяла препарат. Это получился вот такой вот абсолютно гомогенный некроз. Хайфу технология не инвазивная, не травматична. Дает минимальное количество осложнений. Может использоваться в мабулаторном режиме и без наркоза. Но может использоваться многократно. Нет опасности перелечить опухоли. Результаты пилотных исследований вдохновляют. Хайфу может стать реальной альтернативой хирургическому лечению. У нас 4 ожога было 2, 2 степени. Остальные 1 степени. Вот наши осложнения. Чтобы не говорить, что уж совсем мы ничего не можем испортить. Шкурку можем немножко попортить. Спасибо. Огромное спасибо, Алла Николаевна. Продолжение следует...